Добрый вечер, дорогие зрители! Сегодня я из Махматлана хотел уехать домой, но позвонил мне Андрей, сказал, Акасия, иди ко нам в гости быстренько, не уезжай, у нас в гостях интересный человек, который зовут Алина. У нее очень интересная жизнь, и в двух словах мне Андрей сказал, я сам поверил, и прилетел, как орел. И поддался на мои уговоры. Да. Расскажите про себя, Алина, когда вы переехали в нашу любимую Турцию, и как все там прошло, и как живете, все нравится? Плюсы жизни Турции? Расскажу. Турция мне очень нравится, очень давно, с тех времен, когда я еще училась в школе. Я очень люблю Турцию, прониклась культурой, прониклась менталитетом. Мне нравится все в Турции. Сюда я приехала впервые в 2007 году, ну, когда, получается, официально я вышла замуж. В 2007 году, правда, мы здесь прожили где-то 2-3 месяца, потом мы уехали. Далее мы поездили немного по миру, получается, в Россию мы ездили, в Украину ездили. Там жили полгода, в Украине пожили полгода, получается. А где в Украине? Познакомились. А познакомились мы. Тогда интернет там, там связь. Нет, интернет, нет, 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 интернет как раз был, да, 2006 год даже. 2006 год, я помню. Дайваб когда был, да, и вот так, 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 связь, слабая. Связь, хоть и слабая была, но отлично. Симес телефоны были. Симес маленький. Да, 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 маленькие, кнопочные еще были телефоны, верно. Мы оттуда не могли выехать в соседнюю улицу, там, да. Она из одной страны на другую страну. Да. Переехала. Наверное, сыграла свою роль любовь к турции такая, заочная. Когда Алина познакомилась, когда она рассказала, меня, конечно, поразило. Сначала она познакомилась по ICQ, то это фактически смски. ICQ, да, ICQ. Да. Год переписывали, смотрели друг на друга в модный какой-то там экран, а после этого пришло решение, значит, жениться. Я думаю, что есть наверняка какое-то вот такое волшебное влияние турции. Сыграла роль, что тот человек, который на том конце повода показался, и, соответственно, это послужило каким-то дополнительным толчком для того, чтобы... Точно. Она смотрела турецкие сериалы. Может быть. Нет, вот как раз турецкие сериалы я не смотрела вообще. Это понятно. Абсолютно не смотрела. Любила турецкую музыку. Я действительно клипы смотрела, слушала. Очень нравилась турецкая музыка. Нравилась. Турецких сериалов я, конечно, не смотрела. Мне некогда было. Я в этот момент училась. Вот. Но много читала. Чалыкуши было. Чалыкуши, наверное, видели. Это когда-то в детстве. Когда-то в детстве. Дядя села туда в сердце, что когда-то я... Ну, нет, не совсем. Потому что все знают. Что это такое? Король, птичка, певча. А, птичка. Да, да, да. Ну, скажу, что очень много читала про Стамбул, про Константинополь, что это, ну, это очень древний город. Мне очень хотелось побывать, прикоснуться к каждому кирпичику, как говорится, просто своими руками проникнуться этой энергией. Ну, действительно, это случилось. В 2007 году я приехала, но мы здесь прожили 2-3 месяца. И, как я сказала ранее, что мы потом уехали из-за работы своего мужа, получается, он ездил по разным странам. Ну, это командировки, да? Да, командировки были. Ну, несколько лет мы, конечно, сюда не приезжали. Не приезжали. Да. Потом у меня первый ребенок родился, второй ребенок родился. И, получается, в основное время я все-таки проводила рядом с мамой в Кыргызстане. Там я тоже просто не сидела. Занималась там своей работой, своей деятельностью какой-то мини-мини. Вот. Потом, в 2011 году, после рождения второго сына, я решила изменить свою жизнь и предложила своему мужу, как бы, переехать в Турцию. То есть вернулся на его, остались скоро. Да, да, да. И в 2011 году мы переезжаем, это недалеко от Стамбула, область называется Текердак, получается, район Текердак, город маленький Чорлу. Мы там прожили, сколько, два с половиной года где-то прожили там. Тоже мне очень нравится народ, он очень гостеприимный, дружелюбный. Да, это точно. У нас, мы целыми, у нас вот комплекс был, в комплексе три блока было. Мы все три блока, практически все женщины даже собирались. И вот когда религиозные праздники были, все вместе читали намаз, все вместе читали, получается, Куран, и сидели, общались. Мне очень нравилось. Потом все-таки Чорлу, я решила из Чорлу все-таки уехать из-за того, что климатически он нам не подходил. Дети постоянно болели, очень холодно, близко к Болгарии. И вот потом решили переезжать в Анталию. В Анталии прожили также два с половиной года. В каком районе, какая часть? В Кони-Алты. В Кони-Алты. В Кони-Алты. Да. Там булышники, пляж. Я там тоже жил. А вы работали там? Когда я работала, да, я там работала, но работала не тем, кем я сейчас работаю. Я работала в отеле. Гражданство к тому времени уже получили? А, гражданство я еще получила в 2014 году. А год, да, тогда было по законам? Нет, три года было, но у меня уже так, как уже семь лет уже. Я как-то не гналась за гражданство. Понятно. Абсолютно не получилось. Да, мне это даже неинтересно было. Насчет работы там? Да. Насчет работы я спросил. Мы работали в отеле. Да. Чтобы уточнить, что вы уже не гнались? Нет, нет. Я была guest relation. Это по работе с гостями, которая занимается всеми проблемами туристов. Да. А-а-а. Инфра дает, да? Я объясняю, что как в детстве. Вот, ну, в 2014 году я еще в Тейкердаге получила гражданство и переехали. Мы сразу после получения гражданства получила гражданство и переехала сюда, в Анталию. Мне очень Анталия понравилась. Конечно, там есть свои и плюсы, и минусы, да. Большой город, там бывают большие пробки. И потом, получается, в 2016 году я все-таки из-за семейных обстоятельств с детьми обратно переехала в Кыргызстан. Шесть лет я находилась там. В то время, кстати, истребитель сбили, российские, в 2015-2016. В 2016 год, да. Я там был так же в то время. Значит, одновременно мы там были? Да. Попали под это и все закрылось там. Помните, да, отели, работа. Да, да, да. Пришлось мне тоже уезжать. И вы видите, в тот момент попали и уехали. Да. Совпало. Совпало с этим, конечно. В 2016 я уехала в Кыргызстан и начала там тоже строить свой бизнес. Я там тоже шесть лет прожила. У меня там есть офис, который дальше. До сих пор продолжает работать. Там у меня работает мама в этом офисе, моя сестра двоюродная. Привет маме. Да, привет маме моей. Дочка молодец. То есть у вас такой налаженный бизнес, который фактически вам давал средства? Да. Да. У меня было все прекрасно. И сейчас, слава Богу, все прекрасно. Я решила просто поменять свое местонахождение ради детей. У меня есть двое сыновей. Их будущее. Их будущее важно. Я посчитала, что для их будущего, светлого будущего все-таки нужно... То есть лучшее образование здесь, да? Да. И образование, и погода, и... И погода, и... Ну все в одном, как говорится. Мне очень нравится Турция, как я вначале сказала. Очень нравится Турция, я люблю Турцию, я люблю народ. Алина, ну все хорошо не бывает. Наверняка есть какие-то минусы, какие-то изъяны, какие-то проблемы. По сравнению, например, с Тиргизией, где вы росли, выросли, то есть школу окончили. Вот какая-то разница, наверное, есть же все-таки в народах? Здесь очень... Менталитет. 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 То есть здесь гораздо более благоприятные условия для жизни получается? Здесь, я не скажу, что мой Кыргызстан, я люблю свой народ, я люблю свою страну, я и патриот своей страны. Но все-таки мне нравится больше здесь. Ну то есть здесь более комфортно во многих смыслах? Да. Мне здесь комфортно. А здесь как-то свободно во всем. Тем более сейчас в Волании из всех народностей проживает там. Очень много, очень много кто приезжает, да. Мир в мире как бы. Да не надо ездить по другим странам, изучать народности. Вот все народности у нас в Волании есть. Это точно. И у каждого своя история. Да. Интересно. Общаешься всегда, много изучаешь. Алина, хочу спросить. А вот вы ведь общаетесь фактически с теми, кто здесь приобретает или недвижимость, или, соответственно, получает вид на жительство? Верно? Верно. А вот примерно так, если как-то оценить, большинство сейчас, кто по национальности попадает через вас? Очень много приезжают. Между прочим, до этого был Казахстан. Большинство? Да. Казахи были. Казахи были. Но сейчас скажу одну вещь. То, что из Белоруссии, России и Украины большой поток людей идет. Да. Но это как, после этих всех событий или до этого тоже было какое-то такое соотношение? Нет, все-таки после этих событий. После событий, да? Да. Алина, а какой возрастной, так скажем, срез? Наиболее количество людей, какой возраст? Всем им примерно, если так, среднюю взять статистику от 25 до 45. То есть это наиболее дееспособные, активные, реактивные такие? Но это одиночные люди или это семьи? С детьми и без детей? Вот как или вы это не видите? Нет, видим. В основном все семейные. Семьи даже? Да. О, то есть и дети, наверное, маленькие достаточно. И дети маленькие, верно. Чтобы в школу вовремя пошли. А вот любопытно. В Брестском училище. Кто приезжает, они же языка не знают, как я, например, как они дальше ассимилируются. В школу идут? В школу, конечно. А как с языком, например, дети там решают? Ой, дети очень быстро. Очень быстро. Но это маленькие. Да. А когда там двенадцать, тринадцать. Разницы нет. Год в школе изучают там в Брестском. Они очень быстро идут. То есть, поначалу первого года просто изучение языка. Кто-то репетитора. Ну да, это невероятно. А школы платные для детей здесь или нет? Нет, конечно, они платные. Есть разные. Есть частные, они платные. Есть государственные. А разница между ними какая-то есть? Разница в обучении. В обучении я не могу сказать, между ними какая есть разница, потому что у меня дети здесь... Раньше, когда я с 2011 по 2016 год была в Турции, мои дети также в государственную школу ходили. Образование прекрасное, мне очень нравится. Вот и... Лучше государственное, я с ним советую. Чтобы быстро турецким учиться. И плюс репетитора отдельно. А потом нужно и в частных. В частных, что хорошо. Сервис, питание. Да, по-другому, да. И там ютюбы какие-то еще. Ну, мои дети изначально очень хорошо знали и знают турецкий язык. То есть вы их сами обучали? Я их сама обучала. Ну да, они родились в Кыргызстане. В Кыргызстане. Да. Я их в Кыргызстане родила. Потом мы с ними вместе путешествовали, получается. Нет, они в Россию не попали, но в Украину старший сын поехал. Потом далее, получается, да, уже с двумя детьми я перебралась сюда, в Турцию. Но знают они язык. В основном я их обучала. Потом, когда они уже пошли в школу, мы вместе даже бывали такие дни, когда, да, какое-то задание не понимаешь. Мы просто брали и через помощь Google, что это такое. Мы прям досконально изучали все вместе. Благодаря даже детям, я скажу, что грамматику даже с ним вместе я осваивала турецкую. Я так понял, что вы поставили Кыргызстану много задач, много целей и всего добились. Верно. Молодец. Но я думаю, не всего еще. Еще не всего, еще и есть. Самое главное, что надо было, это переехать, дети чтобы обучили здесь, работа. Не каждый может рискнуть. Да, рискнуть. Вот это очень важно. Не каждый. Даже мужчины не могут так рискнуть. А тем более. Мужчина становится как женщина. Она даже хуже в большинстве. Алина, а вот такой же, вот терпящий вопрос. А вот с точки зрения медицины вам приходилось обращаться? Да, конечно. Вот качество медицины, вот как вы оцениваете? Курлифицированное, внимательное, тактичное. Вот с точки зрения очереди мы как-то ездили сейчас в поликлинику с пальцем жена заболела. Мы пришли там толпы какие-то, чтобы попасть в поликлинику. Сейчас везде. Везде очень. Везде очень. В банках. К сожалению, да. Это все ситуация. Это именно такое время на явление из-за того, что много не ожидалось? Да, да, верно. Ну, наверное. А вот хотя бы обращались к врачам каким-то? Обращались. Обращались. Ну, как, с детьми я вот после того, как заново переехала в 2021 году, слава богу, с детьми я не обращалась. Сама я тоже как бы не обращалась, только у меня там с желудком проблема была. Действительно, я поехала и все. Так как я оплачиваю страховку, я абсолютно не плачу ни копейки. Вот. И проблем нет. Но до этого, да, дети когда были маленькие, мы тогда жили в Чорлу и обращались мы в государственные поликлиники. Я скажу, что врачи хорошие везде, что в частных, что в государственных. всегда хорошее внимание, всегда помогали и вылечивали моих детей. Так что… Ну, то есть вы довольны? Я довольна, да. Я довольна. Алина, а вот были ли какие-то, в частности, с вашими детьми, или вы, может быть, это видели, слышите, знакомые, какие-то межнациональные трения, когда приходит ребенок, подположим, в вашем жанитуре, приходит турецкий класс. Какие-то были напряжения? Такого нету. Вообще такого. Учителя все обучают. Нет, это на уроках. Но после уроков дети же общаются, как-то там между собой. Нету, нету таких проблем нету. То есть никакого вот этого вообще нету. Ты там этот, ты там другой нации, такого нету. Люди есть люди. Так, конечно. Я почему спрашиваю, тоже интересно, в чатах там, в интернете иногда читаешь, у многих, когда начинаешь говорить, я говорю, приезжайте, в принципе, образование, насколько я читал, призвано в Европе, здешние университеты. Володийске, Анталийске и прочее. Но многие опасаются, говорят, а как там ребенок чужой, там белые турки, по-другому говорят, другая ментальность, а не вероиспоедание, в основном, чет-таки другое совершенно. Конфликтов. То есть вы ничего подобного вообще не видите? Нет, абсолютно не видите. То есть у вас практика уже общения достаточно большой, и вы такого даже никогда не слышали? Нет, 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 не было такого. На данный момент, возможно, что-то будет с ульгаринской стороны, с российской стороны. Почему? Но это уже совсем другая история, да. Но с турками этой проблемы нету на данный момент. Алина, ну какие-то минусы вообще должны быть в вашей жизни? Минус, я вам скажу большой, я столкнулась с проблемой, как раз, касающейся риэлторских услуг. Это было в Стамбуле, когда я вот в этом году, я же говорю, переехала в 2021 году, я взяла, получается, продала свою недвижимость, которая у меня была в Кыргызстане. Я взяла детей в охапку, в чемоданы и, да, и в Турцию. Сначала я думала, что я перееду в Стамбул. Я приехала в Стамбул, побыла там 10, где-то 12 дней. За 10-12 дней почему-то тот Стамбул, который мне нравился, он мне разонравился. Я сам не люблю с тобой, я туда ехать не хочу. Там столько пробок, там автобус. Ну, это мегапольца. Там как раз неприятность большая случилась, знаете, из-за чего? Когда я через интернет смотрела Сахи Бинден, как все знают, есть сайт, на котором размещают рекламу продажи недвижимого имущества. И я там увидела, что там продаются квартиры 1 плюс 1. Можно взять даже за 130, даже за 150 тысяч лир. Я такая, о, ну как раз моих денег и хватит. Я беру, продаю недвижимость. Приманка такая. Да, это всего лишь приманка. Да, вот у меня... Вот это будет большой минус, почему люди обманывают. Не надо, думаю, обманывать. Люди и так купят недвижимость, та, которая понравилась. Да, да, реально все рассказывают. Просто вам надо было найти там несколько агентств, вы звоните из Стамбул и удачи. А нет, по телефону вот как раз именно Стамбул мне не понравился чем. Потому что там вокруг да около все пытаются, все как будто... У меня такое ощущение сложилось, что обмануть. Да. Потом... Мошенников много. Мошенников очень много, действительно. И даже по телефону звонишь, они говорят, приезжайте. По телефону мы не дадим такую информацию. Ну вот я приехала в Стамбул. На самолете потратили денег, приехали. Да. Я действительно много денег потеряла. Я точно так знаю. Первый день, когда прилетела много. Поехала я туда и нам сказали, ну это самое, давайте вы контракт там маленький подпишите, мы только узнаем вам дадут кредит или не дадут на оставшуюся сумму. Они сказали, 150 это нереально, это сумма тех, которые вот под ипотеку поставили и так далее. Ну в общем я не буду этого углубляться. Итог такой, после этого даже, ну еще кредит даже на меня не вышел, например. Они начали уже говорить, дайте нам 10 тысяч лир. Я говорю, а за что я вам дам? Я не буду давать вам. И все, и после этого, после того как я отказалась им давать, они начали просто угрожать. Угрожать, что вот в суд подадут. Депортируют куда-то сюда? Нет, они не могут депортировать, я-то гражданка. Я-то гражданка. И все, я взяла и думаю, господи, как уже мне не понравился Стамбул. Действительно, я даже хотела там снять квартиру, но вот эти вот районы, я почему-то попала именно, я не скажу, что… Именно они, Аксарай, вот эти части? Нет, 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 Азия, страна Азии. Азии, Канапаша там. Да, 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 да. Там очень много приезжих, Иран, иранцев, афганцев. В общем, нет, да, ну я не знаю как, но в общем мне не понравилось абсолютно. Я решила, говорю, все, я не хочу видеть, я лучше вернусь в свою же Анталию. Вот, конечно, Алане это к Анталии относится. Я просто решила, в Анталии я была, нужно что-то новое попробовать и попробовать это в Алании. Я очень слышала много про Аланию и решила приехать сюда, обосноваться здесь. В каком году? Вот 2021 август, я в августе уже 22 числа уже была здесь, да. Попыталась детей сразу же устроить, занялась их эквивалентностью, потому что они-то учились в Кыргызстане до этого. Получается учились в Турции, потом в Кыргызстане, потом опять, чтобы в Турции учиться. Денглик, да, она была первая? Денглик, эквивалентность, да, верно. А сейчас уже в своей квартире арендуете? Арендую. Ну я попала пока удачно, за год сразу заплатила получается. А сейчас цены взлетели? А потом, после того, как я сняла, цены сразу взлетели, но не так сильно. Цены взлетели сейчас, после того, как началась война в этом Украине. А вот я к вам, Андрей, обращусь, как вы люди гораздо более, так сказать, продавшие здесь время, чем я. Вот потенциальных, скажем, покупателей, потенциальных людей, которые интересуются Турцией, задумываются переехать, может посмотреть на время, у кого маленькие дети. Вот какие бы плюсы с вашей стороны можно было бы озвучить, чтобы у людей появился интерес более-менее такой же стабильный, чтобы приехать и посмотреть? Самый большой плюс – это природа, море, солнце. Водохранилище, речи – это несколько красивых мест, куда можно… Нет, их не несколько, их столько много. Я вам не говорю. Все не будем говорить, а то место не будет нам пойти, а то народ туда пойдет. Секреты не будем говорить. А вот такой практичный вопрос задам. Вот вы живете, одинокая мама и двое детей. Вот примерно какой, получается, у вас бюджет на поседневные расходы, на бытовую химию, на одежду? Сейчас можно сказать, потому что каждый двойня цены меняются. Сейчас действительно время неустойчивое. Парламент начал давить на это все, поверяют. Очень сильный скачок. Вот мы приехали, конечно, были изумлены. Практически уже на два сторона раза. Зарклата не сильно увеличилась. Зарклата, понятно. И за это все поднялось. Примерно какую-то цифру можно назвать? Сколько вот, хотя бы отстаточного месяца у вас получается? Ну, я скажу, что в неделю я где-то 600-700 лир я трачу на то, чтобы... Месяц бензина? Нет, бензин я туда не включаю. Ну, бензин – это ерунда. Да, только продукты. Ну, это очень мало, я хочу сказать. 600-700 лир я трачу, но примерно я просто даже не считаю. Не знаю, почему-то я расходы свои не считаю. Трачу с удовольствием. Нет, удовольствие всегда получаешь, не потрачу. Но просто вы же реализовываете человек. Вы же не можете, так сказать, все свои желания удовлетворить. Правильно? Вы же как-то тоже какие-то приоритеты расставляете. Вы приоритеты, только основное сейчас – накормить детей. Ну, это понятно. Продукты, чистящие средства взять, бензин купить, чтобы ездить на работу. Ну, у вас в Мотороле он берет, там, как насекомое. У нас 20-23 лиры, там, 10 бензин цену на литр. Нет, бензин безумно дорогой. По сравнению с российскими ценами практически... Раньше я на 40 лир пополняла свой баг, а сейчас на 100 лир. Нет, 100 лир. Ну, это вы сколько, неделю накатаетесь? Неделю, да, где-то. Ну, смотря как я катаюсь. Потому что иногда бывает, что приходится ездить и в судебной юрисдикции. Это находится далеко. А я вот, например, трачу уже в день где-то 100 лир минимум. Ну, во-первых, ездишь на машине... Это кроме бензина. Это кроме бензина. Бензинная машина два дня, три дня. 200-300 лир. Ну, ты много катаешься. Алина, а вот у вас, когда вы сюда приехали, подкрепил, никого не знали, ничего не знали. Вот у вас круг общения из кого состоит? Из ваших сограждан в Киргизии? Из русских? Вы по-русски прекрасно говорите. Из тупых? Может быть там еще из кого-то? Или так трудно как-то однозначно сказать? Однозначно сказать, наверное, трудно, потому что я очень быстро нахожу сама язык со всеми. Поэтому я не могу обозначить, что чисто только с одними или с другими. Я общаюсь со всеми. А в общении, например, между русскими, когда вы общаетесь, с турками, какую-то разницу вы чувствуете с точки зрения именно самого общения? Подход, какие-то там движения, может быть, мимика, выражения какие-то отобирать. Люди более религиозные, чем россияне, например. Или таких существ. Мы не совсем все религиозные, не совсем. Бывают и турки совершенно не религиозные. Ну это да, я видел тоже. Которые выпивают и там что-нибудь делают. Да. То есть здесь религии достаточно так, во всяком случае в курортном месте. Люди все разные. Да. Не по народностям будем сидеть. Нет, я не хочу сидеть. Дело в том, что, например, тот же Мерси, мы так и не добрались, к сожалению, хотели сеть посмотреть. Он вот чисто турецкий город. Там масса женщин ходит в этих вот одеяльных, черных там, да. Здесь практически даже турчанки ходят чуть ли не в шок, ну те, которые молодые. То есть вот именно так вот. Потом я обратил внимание, здесь мечетей даже здесь достаточно много. И практически вот пятничный намаз, который считается практически обязательным для военных мусульман, но ходит там 15-20-30 человек. Хотя там можно влезть, наверное, под 500 подписчиков. Многие дома молятся. Может быть. Ну, то есть вот внешнее проявление я практически никакого не видел. Потому что у многих, например, там у нас в России, когда с кем-то говоришь, что когда купили квартиры в Турции, смотрят, то есть вот, что это же мусульманская страна, а ты куда-то приехал, там совершенно дорогие еды. Но они немного, да. То есть народ вообще не вылечивает, да. У них какие-то, я не знаю, там новые фантазии, что там бегают пеничары с кинжалами, ловят блин на лица, грабят, там у гарема продают или в кабалу какую-то, значит, дичь. А данный момент уже в многих странах уже увидели в Аланью, блогеров, которые смотрели, все выписали на клуб людей из-за этого в Аланью. Да, сейчас вот, кстати, потеплело, мы с удивлением с женой видим, почти во всех кафе сидят достаточно много народа. Причем это явно не турки, нарвежцы, англичане, там кого-то, да, финны. То есть очень много приезжает. И они чувствуют себя фактически вполне очень готовыми здесь. Девятая Кремля, сегодня люди купались там. Они уже, по-моему, неделю назад уже даже купались. Как похолодание прошло, я тоже видел, глаз окошка 70, нахрошь пошел. У тебя грибы, у меня некоторые будут болеть, погода меняется резко. Вчера это облака, дождик был, ливень резкий был какой-то. Я не могу сказать мелкий, какой дождик прошел здесь. У меня было, когда в городе Возчер, ливень какой-то пошел на 5, нахрошь, резкий. Я действительно этот момент пропустила. Ну ничего, работа, работа, работа. Да. Алина, а вот на работе у вас той руководитель, наверное, турок? У нас руководитель, ну так, хозяин нашего 6-й нотариальной конторы, он, естественно, он турок. И он, по-моему, больше то ли судья, то ли прокурор. Он прокурор, да. Бывший прокурор. Да, бывший прокурор, да. Он такой дядька интересный. Мы тогда там встретились, у него огромный портрет там висел. Я подошел, смотрел на портрет на него, он меня увидел, так посмотрел и такую улыбку сделал. Очень приятно. Такие вообще эмоции какие-нибудь, дядька. Он, наверное, и по жизни так и доступный или нет? Или все-таки суровый? Нет, не суровый, он очень, очень хороший человек. Ну, то есть он как руководитель, он очень такой, действительно, проблем в общении? Проблем нет никаких, да. То есть он не смотрит на вас? Нету, нету, нету. Да, нету, чиновники многие вот такие, как вот у них. Ну, не все, мы когда-нибудь из Москвы в таможне, там вот этот, который сказал, что ты тут говоришь, иди отсюда. Это парень, а я к чиновнику главному заходил, он нас хорошо принял. Ну, это, по-моему, начальник, вот так мы общались. Начальник, да. Какой-то я не знаю кто он. Извините, извинялся он, извините, что вам чай что-то надо, но я помню. Ну, то есть в этом плане, да. Я хочу сказать, конечно, страна интересная. И большинство людей, я говорю, приватный совершенно представляет, совершенно приватный. Как у нас в России есть хороший там, ну, не то, что поговорка, а некий такой тип упрек, говорит, не читал, но осуждает. Так и большинство людей, не имея никакого представления, заранее какая-то там, не знаю, на слухах или на каких-то представлениях дурацких, что в Турции какая-то очень вождебная, неприятная страна. Ерунда, в честь. Конечно. Хотя, конечно, козлы встречаются. Везде есть это ведь. Когда, да, мы там уже пересекали, я не рассказывал тут печальную историю? Нет. Мы везли с собой трехполезных, ну, типа байкер, что ли. И нас на границу тормознули, да. Причем, никакого особенного объяснения я так и не получил. Сказали, или, говорит, забираем его уже обратно, либо, говорит, оставай там на хранение, заберешь через Турции. Я объяснил, там аккумулятор высшей мощности, что нельзя обводить. Нет, никаких нормативных я не нашел. Это произведено для той страны, где практически здесь, пожалуйста, приезжайте и покупайте. Ну, в общем, конечно, неприятная ремня. Алина, а неужели не встречалось ни одного такого, скажем, крупа, там, администра, чем бы он, который, как вообще, выпал из этой положительной обоймы и проявил какие-то негативные черты? Агрессия какую-нибудь? Ну, не агрессия, вопрос. Вообще нет. Я негатива агрессии не вижу. Вообще не вижу. Нет. Ну, а как, в Стамбуре пытались обмануть эти гадкие ремы? Ну, пытались, ничего не получилось. Ну, это вы такая, как говорится, бизнес-ледень. Это вы видите. В этой, вот сейчас, в Валании, где мне больше всего понравилось? Из районов? Из районов мне нравится однозначно Махмуд-Вар. Махмуд-Вар? Да. Вот фанатик Тослова. Махмуд-Вар. Мне нравится Махмуд-Вар, потому что здесь все в шаговой доступности. Пляж нравится? Пляж? Нет. Пляж, конечно, здесь в шаговой. Пляж не нравится. Махмуд-Вар. 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 Совершенно неадекватно. Подороже земля, подороже, стройнее. Но все районы разные. Старая лада мне вообще не нравится. То есть это вот такой, к мне напоминает Юго-Восточную Азию, если доводилось бы, там, Таиланд, Вьетнам, Бирмад. То есть это все какой-то хаос, это какие-то жаровни, какие-то сидят, переулки, какие-то все маленькие, трущобообразные, какие-то полотенца, одеяла висят, и все ободранные. Как раз, наверное, я думаю, что вам тоже, может, из-за этого и Махмуд Ладе нравится? Ну, он ближе мне, но мы выросли, как говорится, в большом городе, в Москве тоже мегаполис огромный. Москва мне, честно, не нравится. Это просто какой-то вообще скопища торчащи зла, там, каждый друг другу совершенно не испытывает никаких теплых чувств. Это какая-то маленькая копия большого города. Понятно. Да, то есть это вот как бы взяли город, от него маленькие кусочки вырезали, растянули его еще, плюс добавили моря, хорошую экологию, хрустные фруктовущие. Вот это вот, оно действительно совершенно другое впечатление. То есть, вроде бы ты и в городе, и вроде бы не совсем в городе. И плюс, конечно, инфраструктура. Аптеки, магазины, всякие там сервисы. Аптеки во всех районах есть, и сеть магазинов А101, БИМ, ШОУ, МИГРЭС. В каждом районе существует. Мы же не каждый раз идем что-то, покупаем для одежды, допустим, или технику какую-то. Два, три, четыре раза в год, да, наверное. Едем по торговому центру, ванимом, или в центре едем. Просто расстояние Махмутлара до города больше, чем в других районах. Почему ты еще хочу... Пешком, говорю, дойти до центра набежной Малины, да, где Кызылкуля, Красная Крепость. Я хочу умраться, мне Тосну, Оба. Вышел, пешком можешь за 40-60 минут дойти. Абвис, но 40-60 минут не каждый готов идти, тем более климат здесь, мягко говоря, не самый комфортный, особенно летом. На этом... На этом, да, на этом, да, на этом, да. На этом, да, на этом, да. Плюс здесь, плюс, как бы вот я хотел подчеркнуть, многие тоже не знают, цена на один и тот же препарат в аптеках всей Турции одинаково, да, вот это, конечно, поражает. Плюс, никакого фальсификатора нет, за это здесь, как мне рассказывают, какие-то страшные сроки с компенсацией и прочее, прочее. То есть это делает никто. И даже после подорожания, вот я покупал кое-какие там средства, меня просили, они даже сейчас, в два, то есть в три раза остаются дешевле, чем в России. Вот это, конечно, огромный плюс. И вот там, там, и, де-факто, здесь еще нет. Ну, ничего здесь есть, вот мы тоже стоим. И для этого, почему другие районы, в моих памяти лучше, там, а ты близок к Махнутлару, к Кестеру, или Кестеру близок к Махнутлару, Кестеру близок к городу. Ну, эпицентр идет по-любому район Тосмыш. И тут близко, и сюда близко. Верно, да. И там, в шаговой доступности даже стройматериал, магазин Кочкаш, Аланю, Метро, чем отсюда туда ехать, вот такие плюсы. И пляжи там лучше, чем в Толстане, пляж хорошим, и природа, там, речка, горы, леса прямо. Ну, да, в дорогой день чая там можно выехать. Алина, а вот такой вопрос задам. А вот можно ли как-то сформулировать какие-нибудь положительные черты, которые могли бы посоветовать тем, кто, положим, сможет первый раз, или задумывается, или даже еще не задумывается? То, сможет. Что бы вы... Да, но это микрорайон. Что бы вы могли сказать, вот, плюс в сторону Турции? Что бы вот вы посоветовали, на что обратить внимание, если кто-то потенциально заинтересуется? Какие плюсы могли бы вот так выделить, которые легко приехать, по щупу посмотреть? Первый плюс я, конечно же, выделила, это природа, погода. А второй плюс, это вообще необычайная вкусность, зелень. Ну, то есть, это продукт, то есть, это среда обитания, так называемая. Да. А вот взаимоотношения с тулками, как с людьми, вот с вашей точки зрения? Очень доброжелательные, приветливые, отзывчивые, всегда готовы помочь. Помочь, да. Да. Мы тоже встали. Спасибо, Ваня. Машина что-то такое. Я думаю, что ролик стал лучше. Ирина, не будем... Не буду зло, не смущать. Алина, спасибо за очень интересный ваш рассказ и за ваш переезд. Вот это как-то целесообразно, добились всего того, что хотели. Еще цели есть, да? Есть, конечно. Еще большие цели, еще есть. Советую всем всегда держать в себе цели и добиваться этих целей. Конечно. С них никуда не смеют. Ну, по-другому, должен быть какой-то цель, которая... Я хотел еще добавить маленькие аловерды. Может быть, тем, кто нас смотрит, возникают какие-то вопросы? Может быть, Агасия туда попросить в комментариях? Да. Может, кого-то что-то конкретно интересует, помимо квартиры? Или, может быть, кого-то пригласить специально, рассказать какие-то отдельные части нашей действительности турецкой? На что там, например? Что с точки зрения происходит недвижимостью? Что происходит с ценами? Какие особенности там по валютам? Как можно попытаться решить вопрос в эксплуатации? Необходимо денег. Кстати, насчет этого я могу кое-что добавить. Так как я работаю присяжным государственным переводчиком, цены на нотариальные услуги возросли на 30%. Но это не очень много. Но это не очень много, но все-таки все равно бьет по карману, когда люди переводят документы. Так как я делал недавно, 2700 лев, да? Да. Это мало было, больше 100 долларов. 150 долларов. Копия еще, если сделать, еще 2700 платят. Вот-вот, верно. Очень возросли цены на нотариальные услуги, а также на переводы. И ВНЖ, страховка, вот, чтобы знать, дорогие зрители, страховка медицинская на год, а другая сумма, другую сумму покажете еще. А второй год, когда подаете, на два года берете, там в два раза побольше. Такой там был тысяча рублей. Да, на два раза больше. Меняете по годам все. И хочу добавить, может, это кому-то будет очень интересно. Многие страхуются, платят вот эти вот бешеные суммы, деньги. Но когда в этот момент оказываются, например, в больнице, в поликлинике, сумма не покрывает. Хотя нельзя, 80% как на данном, с этого года. Да, но даже эти 80% не сразу покрываются. Все-таки с людей берут деньги. Чтобы этого не было, хочу добавить маленький секрет, что нужно не напрямую записываться сразу в поликлинику или в больницу, а идти через Айджиль, через скорую помощь. Да, да. И тогда люди смогут вот эти хотя бы 80% своего покрыть. 112 позвонить и оттуда... Нет, не обязательно звонить. Можно самим просто поехать и через Айджиль, через скорую, неотложную войти. Войти в больницу, да. В больницу, а не просто так. В больницу. Да, верно. Вот тоже будет вернее. Спасибо за этот секрет. Учтите. Не болейте. Не болейте, да. Да, да, но ситуация в жизни бывает разная. Нет, а может быть тогда сейчас я продолжу такую животрепещущую тему. Может быть действительно спросить у кого-то есть какие-то конкретные вопросы, он может по здравоохранению. Тогда может быть подготовиться или пригласить кого-то, кто более сведущий. А медицинский. По недвижимости. Вот не просто там показывать квартиру, чего стоит, какие виды, а какие особенности при оформлении, что сейчас изменилось, какие требования, какие примерно пошлины и разные там платежи. По недвижимости, каждые там недели что-то меняется. Может быть как раз это и было бы интересно. Я из-за этого, последний раз, когда я этот ролик снимаю, интервью к чему не снимаю, потому что постоянно что-то новое правило из-за этой ситуации вводят ограничения. Ну какие-то принципиальные вопросы. Мы если сегодня скажем какую-то информацию, завтра она поменяется. Завтра она поменяется. Люди пишут комментарии, вы солгали, вы так сказали, вы так сказали. Из-за этого мы на данный момент, пока скорее эти законы штатанятся, конкретно все выйдет, 13 апреля насчет граждан России какое-то собрание. Примерно то же самое. Как и для Украины. 6-го для Украины было. Нам сказали, что ничего не изменилось. Но на самом деле ведь что-то изменилось. Сейчас, по-моему, только на полгода. Кому-то сказали дают, кому-то что-то дают. По аренде только на полгода дают, да. Банки на адресом 40 тысяч лир, счеты открыть. Банков очередь, в 6 утра там ждут. Есть несколько банков. Некоторые уже вообще не открывают счета. Говорят, адрес прописку покажи. Электричество, квитанцию принеси. Если приезжаете, то принесите квитанцию электричества, крайний месяц должен быть. Или вода, где точно указывается ваш адрес прописки, в той стране, где вы находитесь. А его включают в переводе, это нотариус, они не хотят вроде. Нотариуме это не надо. И я скажу, что есть 2-3 банка, которые, 2 из них я назову. Все-таки FIBA банк называется. И также ZIRAAT Катулым они открывают. ZIRAAT Катулым уже не соответствует, там очередь. Там очередь действительно, прямо люди идут, с 6 утра там стоят. Через день взорвут. Это около часов, да? Нет, нет, нет. Это ZIRAAT, есть еще ZIRAAT Катулым. Другой? Другой. Это Валаней. Валаней. То есть это разные банки вообще? Нет, это один и тот же как бы банк, но это отделение разное. А, то есть это главное отделение, а это второстепенное что-то здесь? Ну, я после этого банки пошел, ну, там нормально, очереди большой такой нету, сейчас могу подождать. Гарантий, кстати, открывал, но почему-то многим начал отказывать, да. ВНЖ требует, многие банки без ВНЖ не открывают. А куда же показывали? Ну, помню, кто-то говорит, электричество-катанцевское придет, через месяц приходи, открою. Ну ладно, мы немножко затянули тогда, я говорю, если будут какие-то конкретные пожелания, можно действительно подготовиться по конкретной какой-то теме, но хотя бы на текущий момент времени, еще в комментариях. Пишите в комментариях, ответим сразу по возможности. А также попросим Алину, может, она кого-то еще подумает, интересного человека. Пригласить, чтобы выслушать судьбу, как здесь очутился, и какие плюсы и минусы видеть он со своей стороны. Таких людей, поверьте, здесь очень много. Ну, значит, надо выбрать наиболее яркого, интересного. Ну, вы, значит, мне еще время тоже надо найти это все организовать. Ну что, будем прощаться? Да, будем прощаться. Всего хорошего. До встречи, да. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставим лайки, подписываемся на наш канал, если все еще не подписались. Жмем колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. С вами были гости из Алинии. Всем пока-пока.